Путь к груди, к красивой груди, он должен быть индивидуальный, исходя из, как я уже сказал, диагноза, планы лечения, телосложения, пожеланий, возможности реабилитации. Основная задача – сделать операцию надежной и предсказуемой, дать то, зачем пришел человек. Чем аккуратнее хирург работает делать лимфоденоктомию, тем выше вероятность, что лимфодемии не будет. И самое главное, и самое сложное – это не просто что-то, ну, как мы говорим, прилепить, искать, мы сделали реконструкцию, а сделать из этого грудь. От того, как человек настраивается на что бы то ни было, зависит очень многое. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Сегодня у нас в гостях мой доктор, пластический хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Владимирович Мельников. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Дождались вас. Я знаю, что вы сегодня прилетели из Италии прямо с аэропорта, с Шереметьево, к нам сразу. С корабля на балке, как говорится. Да, я, собственно, проводил выходные в Италии, но, как может показаться, не передавался там чревоугоджи, а вот занимался спортом. 135 километров вы проехали по городу. Да, на велосипеде очень люблю, потому что горы, воздух, солнце. Подъем с подъемом. Обгорел, подъемы, да. И хороший способ немножечко голову разгрузить и, знаете, так уйти из бытовых дел и расслабиться, и потом вернуться с новыми силами. Ну, с таким напряженным графиком это просто необходимо. Ну, самый главный вопрос, наверное, который будет интересовать наших зрительниц, это какие виды или варианты реконструкции груди существуют? Реконструкция молочной железы, наверное, правильно ли так? Ну, да, поскольку у нас такая аудитория, я надеюсь, академичная, и мы сами академичны, давайте называть молочную железу. На самом деле, способов восстановления молочной железы гигантское количество, и в целом это направление, которое развивается уже достаточно давно в мире. К сожалению, в России не так много времени уделялось этому, но сейчас ситуация меняется, слава богу, в лучшую сторону. Глобально можно разделить на реконструкцию собственными тканями и реконструкцию с использованием имплантов любых народных тел. Это два таких принципиальных, я бы не сказал разных направлений, две принципиальных опции, которые по-хорошему доктор должен предлагать пациентке, которая, собственно, задается вопросом реконструкции. Я не знаю, нужно подробно рассказать, как, или в общих чертах объяснить. Варианты реконструкции, если мы подробно, то мы сейчас прям уж очень далеко идем. Да, мы глубоко зайдем, но собственные ткани, если как бы основная задача восстановления молочной железы в зависимости от ситуации, это объем. Это, если надо, если речь идет об отсроченной реконструкции, то есть до этого была железа удалена, это восстановление кожи. Ну и самое главное, и самое сложное, это не просто что-то, ну, как мы говорим, прилепить, искать, мы сделали реконструкцию, а сделать из этого грудь. И это, на самом деле, очень непростая задача, потому что у естественной молочной железы есть определенные характеристики. Это там провисание молочной железы, наполнение нижней части, наполнение верхней части, пропорции этой железы, пропорции относительно тела женского и так далее. Вот это все нужно соблюсти. И как это можно сделать, доктор должен, собственно, совместно с пациентом выбрать, исходя из диагноза, исходя из клинического состояния, исходя из плана онкологического лечения, если мы говорим о реконструкции груди после мастектомии или сразу же моментной реконструкции. То есть это такой, существует, все знают прекрасно о том, что есть онкоконсилиум. Онкоконсилиум включает в себя радиорадиолога, химиотерапевта, клинического онколога, хирурга. И в идеале, конечно, в состав консилиума должен входить и пластический хирург, в том числе. Это проводится накануне операции онкоконсилиума, правильно? Нет, онкоконсилиум обычно проводится при, как бы, ну вот в нашем, у нас в университете онкоконсилиум проводится незадолго до поступления. То есть мы должны определить план лечения. Ведь для кого-то, если человеку говорят о том, что есть там диагноз рак груди, для кого-то должна быть, я не знаю, проведена, и желательно, чтобы она проводилась по всем гайдлайнам химиотерапии до операции, кому-то ее можно сделать после операции, кому-то можно, например, сократить объем хирургического вмешательства, но дополнить лучевой терапией. А кто-то, если мы понимаем, что будет сокращен объем хирургического вмешательства, допустим, часть железы будет удалена, будет лучевая терапия, железа может деформироваться. И по-хорошему сразу что-то сделать. То есть для этого как раз нужен пластический хирург в составе. Делать это накануне можно, но лучше, наверное, все-таки делать заранее и правильнее это делать заранее для того, чтобы четко выстроить вот этот вот план движения. Вообще, в принципе, если мы говорим о онкологии и роли пластической хирургии в онкологии, это очень близкие друг к другу специальности, потому что особенно хирургическая часть онкологии... Сейчас речь о раке молочной железы, правильно? Не важно, на самом деле. Не важно, какой. Любая онкология, хирургическое лечение подразумевает удаление и создание дефектов. А пластическая хирургия, ее реконструктивная часть, она этот дефект закрывает, либо создает новый орган. Даже внутри? Ну, теоретически, да. То есть, если, допустим, речь идет о раке пищевода, как удаляются пищеводы, его можно восстановить из кишки. И это тоже, по сути, реконструкция. Пластическая хирургия. Да, условно, условно пластическая хирургия. Но вернемся к молочной железе. Поэтому опцией, на самом деле, восстанавливать грудь – гигантское количество молочной железы. И, наверное, неправильно, мне часто очень задают, приходят пациенты и говорят, скажите, пожалуйста, какой вот самый лучший способ реконструкции? И вот меня это тоже интересует. Да, а я всегда отвечаю, что на самом деле лучшего способа реконструкции не существует. Не существует лучшего способа реконструкции. Для каждого человека реконструкция должна быть своя. Индивидуально. Абсолютно. То есть вот этот вот путь к груди, к красивой груди, он должен быть индивидуальный, исходя из, как я уже сказал, диагноза, планы лечения, телосложения, пожеланий, я не знаю, возможности реабилитации и так далее, и так далее, и так далее. Не всегда пожелания пациента могут быть оправданы или целесообразны. И как вот в этом случае вы… Ну, безусловно, это действительно так, но в целом моя, ну там и наша, наверное, практика строится на том, что мы слушаем пациента, потому что ты не можешь навязать какую-то реконструкцию. Вы поймите, ты можешь сделать операцию и как бы уйти удовлетворенным, но наша задача, она чуть выше, она сложнее. Наша задача сделать так, чтобы удовлетворен был человек, пациент, а пациенту и человеку с результатом твоей операции жить дальше. И вот как человек будет на себя смотреть в зеркало, складывается из многих факторов, не только из того, что ты сделал, но из того, чего она ждала, какие были там предпосылки, как она шла к этой операции и чего она в том числе хочет. Я могу просто привести пример, это будет более понятно. Там не так давно я оперировал одну пациентку, она пришла на отсроченную реконструкцию, то есть ей сделали до этого мастеркотомию, она была очень худая. И в таких ситуациях чаще всего мы выбираем вариант, когда привносится объем ткани со спины, мы используем либо в варианте перфорантного лоскута, либо совместно с мышцей. Если кожа очень-очень тонкая, нам нужно обернуть имплант. Ну и, собственно, мы ей это предложили, на что она сказала, вы знаете, я работаю, я там, условно говоря, содержу семью, детей и так далее, и так далее, и так далее. Мне нужна реконструкция, чтобы как бы у меня была там грудь, я могла, условно, носить купальники, но я там не очень беспокоюсь по поводу шрамов или каких-то вещей, которые могут быть связаны с имплантами. Мне нужно, чтобы это сделали максимально быстро и просто. То есть у меня должна быть очень быстрая реабилитация. То есть, условно говоря, нам человек ставит некоторую задачу, мы в рамках этой задачи, которую нам поставили, собираем информацию о пациенте, о том, что мы можем сделать, и предлагаем варианты. То есть мы говорим, у вас может быть вот так, вы получите то-то, вот то не получите, можем идти длинным путем, тогда результат будет лучше, но там, допустим, все это растянется на какое-то время, и дальше человек выбирает сам. Ну вот я уже из онкосообщества вижу, что многие начинают дискутировать, я имею в виду онкопациенток, которые много читают, смотрят, наблюдают, и все склоняются к тому варианту реконструкции, который был у меня. Да, дип лоскут, и почему-то все отдают преимущество, вот всем кажется, что преимущество у этого варианта больше, перед теми остальными. Оль, я соглашусь, и мне этот вариант нравится тоже. А в чем преимущество? Преимущества на самом деле много. Ну, я обычно, когда рассказываю о преимуществах собственных тканей, я привожу очень простой пример. Как бы мы можем рассматривать хирургическую операцию по реконструкции с позиции, мы вот сделали операцию, и все прекрасно, можем рассматривать с позиции того, что могут возникнуть проблемы. Так вот, если мы выбираем вариант реконструкции собственными тканями, вероятность получить проблему, вот она связана с самой операцией, условно говоря. Если же мы используем что-то инородное, у нас дополнительно появляется пул всех проблем, а это очень большой пул, связанных с инородным телом, наличием инородного тела в человеке. То есть, организм начинает реагировать на это? Он взаимодействует. И это взаимодействие потенциально слабое место. То есть, чаще всего все хорошо, но тем не менее, в каких-то ситуациях это место слабое. Но, естественно, я не могу не сказать о том, что собственные ткани, они мягкие, они теплые, они подвижные, и, естественно, они будут выигрывать всегда по отношению к имплантам. Потому что импланты – это нечто неподвижное, импланты – это нечто очень плотное, импланты ведут себя абсолютно иначе, нежели здоровая молочная железа. Просто иногда у нас нет выбора. Иногда, к сожалению, нам приходится ставить импланты, использовать инородное тело. К сожалению. Потому что, ну, в частности, если, например, это очень худые девушки, где нет лишних тканей, неоткуда взять, это основной минус, на самом деле, реконструкции собственной ткани, потому что эта ткань должна быть. Но, к счастью, многие из наших пациентов, которые на гормональной терапии или, в принципе, по своему фенотипу, там, в возрасте после 40, у них есть небольшой животик, от которого они с большим удовольствием хотят избавиться. Либо пациентки, которые рожали, у которых была, там, 2-3-4 беременности, у них просто растянута передняя брюшная стенка. Ну, или наедают. Или наедают, да. Ну, это, кстати, может, там, даже не потому что человек ест, а просто там та же самая гормональная терапия. И можно использовать этот объем для того, чтобы сделать молочную железу. Ну, то, что вот этот вариант смотрится очень естественно, это прямо подтвердило последнее мое обследование. Ну, как был день открытых дверей, Плохина. И я решилась показаться мамологу на всякий случай. И когда я посмотрел врач, он говорит, у вас что, секторально? Я говорю, нет. Дим, он подумал, что это мое настоящее. Вот настолько. Как здорово сделал. Кто делал? Прямо сразу, где вы оперирулись, кто делал? Ну, естественно, горжусь вот тем результатом, который у нас получился. Ну, это очень приятно скрывать-то. Слушайте, любое положительное, какое-то положительное слово в адрес хирурга всегда чрезвычайно приятно. И, собственно, ты понимаешь, зачем вообще ты работаешь. Ну, я это слышу на всех встречах с мамологом. Каждый мамолог оценил вот эту вот историю. Действительно, потому что по своей сути текстура кожи и подкожной клетчатки живота, она очень похожа на молочную железу. Практически? Ну, она практически идентична, потому что происходит инволюция, и там с определенного момента жизни женщины железа, она там условно у кого-то 60%, у кого-то 80% представлена жировой тканью. А по сути мы и пересаживаем жировую ткань. Здесь только очень важно для тех, кто нас слушает, для, собственно, зрителей, очень важно отличать. Есть реконструкция, когда мы говорим о жире живота, который пересаживается с сосудом, это диплоскут. Когда мы берем ткань, есть артерии и вены, мы включаем в кровоток, и эта ткань живет. А есть попытки реконструкции молочной железы липофилингом. И тоже берут жир с живота. И не надо путать. Но это разные вещи. Это абсолютно разные. Это мы с вами понимаем. Липофилинг – это что-то такое страшное в этом случае, мне кажется. Это то, что бы страшное, но это совершенно другое. Это вообще не похоже на то, о чем мы говорим. Потому что операция по пересадке диплоскута, по реконструкции диплоскута, она, во-первых, просчитываемая. Она максимально планируемая. Там КТ, МРТ, то, что мы делаем, делаем не просто так. И это не онкопоиск. Мы это делаем для того, чтобы очень четко понимать, где находятся сосуды и так далее, и так далее, и так далее. И сделать операцию надежной. Основная задача – сделать операцию надежной и предсказуемой. Дать то, зачем пришел человек. Липофилинг в этом смысле мы используем как какое-то дополнение к основной любой операции. Коррекция или еще что-то. Но не как монопроцедура. И я вот на сегодняшний момент официально заявляю максимально против этого. Потому что мы занимаемся липофилингом давно, долго и очень глубоко. И пока данных о том, что это безопасно и предсказуемо, не очень много. Ну да, о липофилинге слышим давно. Ну и в последнее время все чаще видим отказы многих врачей от этого метода. Понимаете, невозможно, если, допустим, пациентка приходит, у нее железа, там, не знаю, размеры B или C, ее нужно подтянуть. Нереально. Представляет для себя определенный объем, да. Ну невозможно жиром сделать такой уже размер. Ну да. Он, никто не может объяснить, за счет чего он там живет, питается и так далее. Дмитрий Владимирович, существует огромное количество мифов вокруг реконструкции. А среди онкопациентов это люди очень насторожены относительно рецидива. И многие опасаются того, что вот если сделать реконструкцию, это может увеличить риск рецидива. Что скажете по этому поводу? Слушайте, ну я к этому отношусь, очень скептически к таким разговорам. По одной простой причине, гигантское количество исследований, которые можно легко на самом деле найти, знать язык единственный, потому что в русском формате их нет, говорит о том, что никак не связаны. Частота рецидивов или, там, я не знаю, частота метастазирования с реконструкцией, это параллельные линии. Они не пересекаются, они просто параллельные. Есть основное заболевание со всеми нюансами, которые нужно учитывать и которые там нужно держать под контролем. Есть реконструкция. Реконструкция давно-давно доказана, исследована и так далее, и так далее, и так далее. Она никоим образом на это повлиять не может. Она может повлиять только в одном случае. Только в одном случае. Если человек, который делает мастектомию, например, будет себе снижать работу по реконструкции, то есть если он просто языком поберет меньше, для того, чтобы было легче или красивее. Понимаете? Да. Ко мне очень часто приходят пациенты и говорят, слушайте, я вот, у меня нашли там образование, я лечусь в каком-нибудь из там ведущих наших учреждений, и я хочу сделать мастектомию, мне планируется там, они не знают, доктора будет, лучевая терапия не будет, и там, в каком объеме. И я при этом хочу сделать реконструкцию. Я обычно говорю, сделайте онкологическую часть и приходите. Мы можем сделать и начать реконструкцию делать в любом моменте. Мы можем ее сделать одномоментно, мы можем ее сделать после завершения всего лечения, через год, через три месяца после чего-то, нам все равно. Мы можем начать заниматься в любом моменте. Важно закрыть основной вопрос. Вот если тебе нужно и удалить, и реконструировать… То есть вот сейчас как раз хочется поговорить о том, что многие хирурги-онкологи начинают заниматься реконструкцией. Хотя их основная задача – это борьба с опухолью. Опухолью. Совершенно верно, потому что… Как быть? Как быть? Это сложный вопрос, на самом деле. Я уверен, что у меня коллеги будут смотреть. Я сразу могу сказать, чтобы они не обижались. Я многих из тех онкологов, которые занимаются реконструкцией, знаю лично. Это блестящие хирурги. Но как бы вот эти блестящие хирурги, они занимаются этим давно. И они это умеют делать, онкологи. И они своим примером начинают толкать на выполнение таких операций более молодых онкологов-коллег, у которых, к сожалению, образования по пластической хирургии недостаточно. Как я уже сказал, реконструкция груди – это не просто поставить что-то или пересадить там лоскут. Это операция, которая включает… Если мы, допустим, говорим о реконструкции лоскута, нужно сделать красивый живот, нужно его правильно зашить, чтобы не было осложнений, нужно сформировать саму молочную железу и так далее, и так далее. Ну да, побочек-то много после операции. И очень много нюансов. И пластическая хирургия, реконструктивная хирургия – это хирургия мелочей, как любая хирургия. Ее нужно знать, нужно этим заниматься и нужно этим уметь это делать. И там, я не знаю, курсов или посещений нескольких конгрессов абсолютно недостаточно. Потому что ты видишь в общих… Это все равно, что я привожу пример. Представьте, я там пластический хирург, реконструктивный. У меня есть сертификат онколога. Но я себя не позиционирую как онкологом. Все равно, что ко мне будут приходить пациенты, и я буду назначать химиотерапию. Я всю свою жизнь занимаюсь реконструкцией пластической хирургии. Я это умею делать. Сконцентрированный. Да, но это не мое дело, мне это не нужно. Есть люди, которые в этом блестяще разбираются. Я абсолютно за то, чтобы был комплексный подход. Чтобы был онколог, который делает свою часть, хирург. И надо сделать мастектомию. Пусть он делает мастектомию максимально агрессивно, насколько нужно в данной ситуации. И ничего не экономит. Но при этом он позовет пластическую хирургу, который это сделает. На самом деле, эта модель реализуется во многих странах. Плюс-минус успешно, но она реализуется. Я помню… Что значит плюс-минус успешно? Всегда есть… В Германии, например, гинекологи занимаются реконструкцией. Понимаете, они с этим там борются активно, но не очень успешно. Я помню, в Соединенных Штатах, когда я стажировался в МИЮ, это крупнейшая клиника, гигантская. И я увидел впервые этот подход. Когда есть breast surgeons, это хирурги, которые убирают грудь. Они уходят из операционной, оставляют поле операционное, приходят пластические хирурги. То есть, они не вместе присутствуют на операцию? Ну, они по очереди. Они есть некая разметка и мини-консилиум перед операцией. Они договариваются о том, что они в каком формате делают. Потом одни хирурги сделали свой этап и ушли. Вторые пришли. Либо параллельно, например, это происходит. Если речь идет о лоскуте, то параллельно можно сделать мастектомию с лимфоденектомией, а параллельно кто-то делает этап лоскута. Просто у нас, к сожалению, понимаете, как мне это видится, опять же, это мое персональное мнение, в онкологии, если ты там 10 лет делаешь мастектомию, это весьма скучная операция. И она простая. Мастектомия – это удаление. Ты удалил и зашил. Ну да. Да, лимфоденектомия может быть чуть более сложной, но опять же, если ты делаешь по 2-3 операции в день… А что такое лимфа? Лимфоденектомия, когда лимфоузлы учащаются. А если ты делаешь по 2-3 операции в день, ты через 2-3 года ты их закрытыми глазами можешь делать. Это как зашить пуговицу, пришить пуговицу, да? Да, конечно, хирургам, кому-то хочется развития, кому-то хочется заниматься чем-то новым, я абсолютно за развитие. Но на кону жизнь человека, извините. Ну на кону, не столько жизнь человека, если мы говорим о реконструкции, наверное, правильнее говорить о эстетике и красоте, но я за то, чтобы онкологи занимались этим при наличии достаточного образования, как минимум ординатуры по пластической хирургии. Если это будет ординатура у онкологов, они могут заниматься реконструкцией. Просто, опять же, понимаете, помимо того, что сделать там красиво, важно же еще уметь решить проблемы, если они возникнут, обладать всеми навыками, знаниями для того, чтобы помочь пациенту, если какие-то сложности. Ну там, я не знаю, опять же, ко мне часто приходят пациенты, когда там экспандер, поменяли на имплант, потом опыт, температура, дырка, имплант пришлось убрать. И все. И никаких шансов у человека на красивую? Нет, если они придут к тем людям, которые знают, что делать, шансы есть. Но на местах, им говорят, извините, вот не получилось. И все. И ОМС, получается, уже использован, и шансов восстановить. То есть это отдельная ситуация по поводу ОМС. У нас в государстве есть, ну так, немножечко перескочим, у нас есть варианты одномоментной реконструкции, то есть одномоментной мастектомии и реконструкции, и два варианта отсроченной реконструкции, когда поворачивается лоскут со спины и поворачивается лоскут с живота. Ну то есть, по сути, они прописаны в стандартах оказания помощи, и мы только в рамках вот этих, собственно, стандартах, вот этих вот кодов можем выполнять операцию. Если, естественно, пациенты уже прооперировали по этим кодам, то все, их всего две. И мы уже ничего не можем. То есть вы ничего предложить не можете? Абсолютно не можем. Потому что железь, можно говорить, это из расхода. Вот о чем и речь. То, что очень рискуют многие люди оказаться без груди вообще в таких случаях. Слушайте, это очень много ситуаций, когда запускается неправильно. Опять же, для меня реконструкция железы – это некий путь. И вот мы понимаем, приходит человек, мы понимаем, что с этим человеком нам нужно прийти из точки А в точку Б. И есть кратчайшая дорога. Для того, чтобы была кратчайшая дорога, ты должен знать все дороги, которые ведут в точку Б, и выбрать. А если ты знаешь только одну или две, а их пять, ты можешь пойти совершенно не тем путем. И ты можешь тоже прийти в точку Б, но только через, я не знаю, 20 часов или 20 операций и так далее. Ну, в случае, если мы говорим о реконструкции, здесь единица, наверное, измерения – это количество операций. Понимаете? В идеале это сделать за одну или за две, а не за пять или семь. А есть ситуации, когда делают реконструкцию и по 8-10 раз что-то переделывают, переначивают и так далее. А если реконструкция сделана идеально, все равно же, наверное, требуется коррекция. Ну, это такой более, на самом деле, сложный вопрос. Требуется ли коррекция? Объясню, почему. Ну, вы во всех случаях вот с ДИПом делаете коррекцию? Мы не во всех случаях делаем коррекцию. Мы предупреждаем о том, что она может понадобиться. Объясню, почему. В каких случаях? Мы можем сделать симметрию практически сразу. Но когда речь идет о эстетике, эстетической части, а мы говорим об эстетике, так или иначе, даже при реконструкции молочной железы, знаете, как аппетит приходит во время еды. И те пациенты, которые говорят, я вас умоляю просто, чтобы, знаете, баланс купальники был этого достаточно, через полгода они приходят и говорят, вы знаете, мне все нравится, все хорошо, но у меня одна железа чуть-чуть меньше. Мы же оперируем женщин. И после того, как они переходят на иную ступень, то есть когда приходит пациентка с диагнозом без груди, если мы особенно говорим об отсроченной реконструкции, она пожила без нее. Есть определенные, ну там, муки, сложности, социальная адаптация у многих пациентов. Когда ты делаешь операцию, первое время они там привыкают к этому, а потом они начинают рассматривать, многие начинают рассматривать себя под увеличительным стеклом. И говорите, у меня вот здесь не идеально. И количество вот этих коррекций напрямую связано с перфекционизмом человека. Чем выше запрос у человека, чем больше нужно доводить до ума. То есть фактически можно говорить о том, что без коррекции тоже можно обойтись. По сути, да. Это не так будет. Слушайте, у нас много пациентов, которые говорят, например, мы не хотим делать сосок. Мы просто не хотим делать сосок. Он нам не нужен. Потому что мы там, я не знаю, семья знает о том, что я прооперирован. Я для себя сделал, мне комфортно. У меня нет там перекосов и так далее. У меня есть объем. В первую очередь для здоровья это делается. Да, без галтери и прочего. У меня есть проблемы со спиной. И все хорошо. И мне не нужен сосок. Никто там обращать внимание не будет. И все. И ну как бы никто не настаивает. А есть наоборот пациенты, которые прям вот хотят, чтобы идеально было. Вообще никаких следов. Никто жизни не догадался. И так далее. Поэтому количество вот этих операций и необходимость мы всегда, я всегда пациентам перед операцией рассказываю о всех возможных нюансах, которые могут быть. Потому что моя задача информировать. И если человек придет и скажет, я хочу коррекцию, конечно, мы ее сделаем. Но абсолютно необязательно это делать. Ну да. Все зависит от цели. Все то же самое. Цели пациентки. Там одномоментная реконструкция. Одномоментная реконструкция чуть сложнее. Потому что, как я уже сказал, при отсроченной, когда человек походил без груди, даже небольшое улучшение уже дает там определенный эмоциональный всплеск. А когда пациенту на столе убрали грудь и сразу же сделали реконструкцию, там задача еще сложнее. Там нужно прям, чтобы это сразу попало по объему и прочему, прочему, прочему. Потому что человеку очень сложно объяснить, что вот представляете, вам грудь убрали, мы ее сразу сделали. Опять же приходит пациент и говорит, слушайте, мне сделали мастоптомию подкожную. Но у меня разные железы. Вообще максимально разные. Мне это не нравится. И она имеет право на это. Она имеет право на то, что ей не нравится. Но для этого нужны, наверное, другие какие-то случаи, чтобы можно было сравнить. Для пациентки. Нет. Ну а как, слушайте, вот, допустим, условно, ситуация с подкожной мастоптомией. Опять же, там худые пациенты убрали с одной стороны железу под кожу, поставили имплант. Да, внешне это может выглядеть симметрией, это внешне может выглядеть хорошо, но на ощупь тут силиконовая штука, а тут своя железа. Тут двигается и мягко, а тут двигается по-другому, тут мешает там и так далее. Это даже здесь не надо смотреть на других. Человек сам по себе ощущает. Тогда надо сразу две менять. Например. А это уже не по ОМС, наверное, да. Это уже не по ОМС, и это сложно, потому что на сегодняшний момент таких жестких законодательных актов, регламентирующих профилактическую мастоптомию, нет. Я знаю, что наши коллеги-онкологи готовят эти акты, но когда они будут приняты, мы не знаем. Потому что это тоже отдельная история. Но профилактической мастоптомии там свои нюансы есть, понимаете? Я противник того, чтобы мазать все розовой краской и говорить, как прекрасно убрать здоровую железу. Любая операция несет риски. Эти риски должны быть просчитаны и продуманы, насколько они нужны, понимаете? Еще один вопрос. Для меня он тоже очень существенный. Ну, сейчас не такой острый, конечно. Вот относительно лимфоостаза. Когда удаляются лимфоузлы, естественно, очень большой риск того, что будет развиваться это заболевание. Лимфоостаза. Да. И очень много об этом говорят. Но есть, например, перед операцией какие-то меры или во время операции какие-то меры, которые могут снизить риск? Нет? Сто процентов нет. Вообще, на самом деле, как бы мы занимаемся проблемой лечения лимфатического отека. Мы там достаточно активно вентилируем и смотрим поле информационное, российское и зарубежное. Я вам могу сказать так. Среди тех людей, которые плотно занимаются лечением постмастатомического отека, лимфедемы, нет консенсуса. То есть, нет каких-то жестких понятий, что, когда надо делать и как делать профилактику. Мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, и в принципе это описанная история в мире, когда, например, делают биопсию стражевого лимфоузла, один узел забирают. Не вообще, все остальные на месте. Один узел забирают, и у человека лимфедема. Жесткая. А бывают ситуации, когда вся подмышка вычищена, и ничего не происходит. Здесь однозначно есть корреляция между хирургической агрессией и вероятностью развития лимфедемы. Простыми словами. Чем аккуратнее хирург работает делать лимфоденоктомию, тем выше вероятность, что лимфедемы не будет. Понимаете, да? Чем больше ты сохраняешь, тем больше ты уважаешь анатомию, тем выше вероятность, что даже при обширной лимфоденоктомии, при удалении всех групп лимфоузлов, все равно все будет хорошо. Будет подвижность руки, не будет рубцовых процессов, и так далее. Но рубцовый процесс, наверное, тоже еще зависит от индивидуальных особенностей. Я условно, я говорю условно, то есть абсолютно не всегда прямая связь, абсолютно не всегда, но тем не менее это важно. И опять же, почему, например, мы любим одномоментную реконструкцию лоскутом при лимфоденоктомии, потому что можно взять и частью лоскута заполнить подмышечную впадину и сохранить мягкость подмышечной впадине, подвижность руки и так далее. Ой, а у меня это было? Было, было, было. Хорошо. Если речь идет об одномоментной реконструкции, как, собственно, у вас, мы всегда стараемся это заполнить и закрыть. Мы понимаем, что лимфоденоктомия – это достаточно агрессивная процедура. И, безусловно, не всегда она бесследно может пройти, если она какие-то побочные эффекты. Ну, ощущения у всех, я вот спрашивала у всех девочек, которым удалили лимфузлы, у всех ощущения под рукой есть, они периодически бывают даже болевыми, там погода меняется или вот какие-то такие вещи, там простудные заболевания начинаются, и все это вот отражается именно в этой области. Но я так понимаю, что к этому просто надо привыкнуть, смириться, вот такая наша судьба. Ну, к сожалению, потому что, на самом деле, это место, которое богато чувствительными нервами, различными, в принципе, под конжировой клетчаткой, в которой очень много сосудов и так далее. Естественно, это агрессия. Естественно, если мы можем глобально, там, даже чувствительные нервы сшить какие-то, но все их восстановить невозможно. Безусловно, на этом месте существуют рубцы, безусловно, эти рубцы будут давать какие-то неприятные ощущения. У всех. Да, в данном случае здесь, ну, ничего с этим не сделать. Единственное, что я свято верю в такую хорошую реабилитацию после таких операций. Потому что реабилитация, раннее начало реабилитации в плане, там, разработки руки, массажем, следить за отеками, лимфодренирующая терапия. Это очень хорошая история, она очень хорошо работает. И если даже речь идет, например, о хирургическом лечении лимфодемы, зачастую без вот этого терапевтического воздействия, это неэффективно. Поэтому здесь очень много зависит от пациента. Это сейчас вот больше всего, кто идет на эту операцию, больше всего беспокоятся женщины именно об этом. Даже если у них не будет реконструкции, их это очень сильно беспокоит. Оль, ну здесь надо просто заниматься. Поймите, если пациентка после лимфодинкотомии будет вот так руку держать и там ничего не делать, то там, конечно, вероятно, что все так простым языком прирастет. У меня два месяца, вот это вот висело как плеть, я не могла ее поднимать, пока не началась реабилитация. И все благополучно. Самое главное, вот я считаю ЛФК, на мой взгляд. Конечно, конечно. И массажи, да. Ой. Ой, это на самом деле такой основополагающий фактор реабилитации хорошей после хирургического вмешательства, потому что рукой нужно заниматься, рукой нужно разрабатывать. Я этим должны заниматься реабилитологи. То есть мы, как пластические хирурги, не должны заниматься реабилитацией. Это опять к вопросу о разделении, о том, какие люди должны участвовать. Но в любом случае ваш вклад в будущую реабилитацию, он ощутим. Ведь хоть какую реабилитацию делай, если операция сделана неудачно, ничего уже не поможет. В данном случае, например, если мы говорим опять же о том же самом диплоскуте, если ты сохраняешь мышцы и сохраняешь двигательные нервы, которые идут по ходу, то ты человеку даешь возможность заниматься спортом и жить полноценной жизнью. Это то, чего лишены многие пациентки, которым сделана, например, реконструкция травм лоскутом, когда берется мышца, просто вырезается. Это уже априори, даже если у них все хорошо, но это априори более рискованное состояние, более рискованная ситуация. Поэтому мы как хирурги можем только уважать анатомию и без надобности, без каких-то предпосылок онкологических не удалять что-то и наоборот сохранять. А сама реабилитация, я не имею в виду, когда человек специально какие-то мероприятия проводит, упражнения, а вот реабилитация после операции, даже восстановление, как какое время занимает. Например, многие задают вопрос, когда я могу пойти в спортзал. И чуть ли не спустя два месяца уже собираются. Ну, слушайте, я, кстати, за… Давайте так разделим. Если речь идет о реконструкции с использованием экспандера, компресс ставим экспандер и начинаем раскачивать, там реабилитация, через месяц уже можно спортом заниматься, я абсолютно не против, реально, потому что там ничего не произойдет. Ну, это вот как-то растягивается. Да, компресс-то растягивается кожа. Когда происходит операция по замене на имплант, обычно чуть жестче. Мы говорим о том, что нагрузка на верхний плечевой пояс не должна быть в течение где-то трех месяцев, потому что имплант может двинуться, капсула сформировалась и так далее. Если речь идет о, допустим, повороте лоскута со спины с установкой экспандера или импланта, где-то полтора-два месяца. Потом можно потихонечку давать. Ну, то есть здесь логично, что не надо нагружать зону операции. То есть если это грудь, надо просто поберечь руки. Если лоскут со спины, вот в дальнейшем что ждет женщину? Блот, какие-то неудобства? Это прям отличный вопрос, потому что постоянно задают его, и есть какой-то миф на тему того, что если повернуть лоскут со спины, то вообще перестает рука двигаться и так далее. Это миф. Все двигается абсолютно нормально. Мышца, которая используется как переносчик сосуда или как такое укрытие импланта, она отвечает за два движения. Это грибок кролем и толчок на лыжах коньковым ходом. По сути. Все остальные функции дублируются. То есть забор этой мышцы, он осложняет, не выключает, а осложняет пациенту. Грибок кролем, то есть если кто-то профессиональным плаванием занимается, либо вот такое активное катание коньковым ходом, потому что идет толчок за счет этой мышцы. Все остальные движения дублируются. То есть все остальное будет работать ровно точно так же, как работала до операции. То есть это еще очередной миф, который мы с вами сегодня развернули. Абсолютно. Ну, прям разрушили практически. Хорошо. И слава богу, на самом деле, потому что я в целом вообще за то, чтобы делиться информацией, потому что как люди отчасти ленивые, отчасти занятые, это все рассказывает, ну просто невозможно, ты не можешь все эти детали объяснить и не упустить и так далее. Если пациенты там смотрят программы наши, они для себя должны что-то, я не знаю, записывать и запоминать, потому что на самом деле мифов очень много вокруг реконструкции. Главное мы с вами разрушили, вот сейчас второе. Может, сейчас еще что-нибудь появится, вспомнил. Ну, наиболее вот тоже очень интересно, к вам приходят на консультацию пациентки. Самый часто задаваемый вопрос, вот кроме этих двух, да? Ага. Самый часто задаваемый вопрос. Слушайте, очень сложно, очень сложно сказать, что, что чаще всего спрашивают. Что волнует женщин? Ну, многие спрашивают про вообще время там нахождения стационаря. Самый на самом деле частый вопрос – это наркоз. Это вот прям классика. Интересно. Ни разу не задавала, а столько уже наркоза было. Очень часто спрашивают, они там, начиная от того, не умру ли я во время наркоза, и заканчивают там, не выпадают ли волосы, не лысею я и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже миф. А последствия наркоза какие? Вот мне тоже интересно, потому что представить сейчас. Слушайте, каких-то наркозов, каких-то последствий наркозов описанных и доказанных просто не существует. Понятно, что операция – это стресс, и стресс наслаивается. Конечно, после этого могут быть какие-то проявления стресса у человеческого организма, но не более того. У нас, я не знаю, есть истории, когда и пациенты, когда мы там наркоз даем 15-16 часов, и как бы все в порядке, и никаких последствий нет. Когнитивные функции не нарушены, мыслят люди так же, как и мыслят. Все в порядке. Можно ли страдать, например, память? Я сейчас тоже задам, наверное, такой. Оль, я честно вам скажу, я не встречал исследований, которые говорят о том, что память страдает. Может, их просто не было? Ну, это вопрос, который лежит настолько на поверхности, что мы же не вчера его придумали, им задаются уже десятки лет, и я встречал исследования о том, что не влияет, а о том, что влияет, я не встречал. И в данном случае, опять же, я как все-таки лицо врачебное, я врач, я не могу отталкиваться от каких-то своих домыслов. Я стараюсь все-таки все свои выводы на такой доказательной медицине базировать. Если я о чем-то говорю, то это не потому, что я так считаю, а потому что есть определенное количество научных работ, которые я читаю постоянно и постараюсь быть в тонусе на таком научном. И делать свои какие-то выводы на основании их прежде всего. Дмитрий Владимирович, вот в этом году вы состоите в Международной ассоциации пластических хирургов, правильно? Ассекс, да. И вы в этом году стали представителем России. Как правильно? Не представитель России, я вице-секретарь. Есть национальный секретарь, который как бы возглавляет всю частичку вот этого Международной конфедерации в России. Я, условно говоря, вице-секретарь. Что это значит? Какие обязанности? Слушайте, ну, что это значит? Это значит, что мы просто следим за членами вот этой ассоциации, мы собираемся вместе, мы обсуждаем какие-то насущные вопросы, решаем какие-то дела, занимаемся образованием хирурга в первую очередь. То есть вы организацией занимаетесь? Организационной. Это организационный вопрос. Это мало имеет отношение непосредственно к пациентам, а посредованно. То есть за счет образования, конечно, мы улучшаем, повышаем качество. Но я могу сказать, что есть организация, которая не менее весома, но они меньше людей знают, она называется WSRM. Это Международная организация микрохирургов. Я тоже представитель России в этой организации. И здесь тоже мы занимаемся как раз развитием таких микрохирургических направлений. Они взаимосвязаны, получается, ваши деятельности? Ну, это разные организации. Друг с другом они не пересекаются. Но деятельность взаимосвязана. АСПС. Деятельность взаимосвязана. АСПС – это больше такая… это пластические хирурги. А WSRM – это больше реконструктивные хирурги. А моя мечта соединить пластическую хирургию и реконструктивную, чтобы каждый пластический хирург мог заниматься реконструкцией и знал, как это делается. И вот эти вот две ассоциации, они как раз занимаются этими вопросами. Ну, по сути, да. Основное – это, безусловно, образование. Основное – это продвижение определенных идей общества и высокого уровня стандартов. Потому что те люди, которые входят в это, туда не так просто попасть. То есть вы не можете просто прийти, постучаться и вам откроют дверь. Тогда нужно получить рекомендации. Вас должны знать. Должны знать, что вы делаете. Потому что есть ситуации, когда хирурги, которые вроде бы известные медийные, их просто не берут туда, их не приглашают. И в целом, если кто-то из врачей, который лечит наших пациентов, входит в ассоциацию – это большой плюс. Это хорошо. И честь в том числе. Ну, в общем, да. В общем, да. Ну, у нас самый традиционный вопрос в нашей программе – это планы на жизнь. Какие у вас планы на жизнь? Хороший вопрос. Уехать куда-нибудь и жить спокойно. Нет, шучу на самом деле. У меня планы на жизнь, развиваться. У нас растет команда хирургов наших. Очень хочется, чтобы она еще больше становилась и все больше и больше врачей соответствовало определенному высокому стандарту, который у нас есть в команде. Очень много планов по научной деятельности, по конференциям, очень много планов по как раз такой литературной деятельности, хирургической в плане написания учебника. Докторскую. Докторскую обязательно, да. Написание большого количества статей, потому что мы, Россия, в принципе, немножечко проседает на мировом уровне. Если мы показываем результаты нашей работы, и они абсолютно на мировом уровне, иногда даже лучше, то по научной составляющей мы немножечко проседаем. Почему? Слушайте, ну, основная проблема в том, что у нас очень мало врачей говорят по-английски, и очень мало врачей пишет статьи на английском. Вот как. Это гигантская проблема, на самом деле, и молодые доктора тоже. То есть, к нам приходят, допустим, в ординатуру, поскольку я на кафедре, я доцент кафедры, к нам приходят молодые врачи, и они не знают языка. А это сразу же закрывает двери везде. То есть, ты не можешь читать, понятно, ты не можешь писать, ты не можешь ездить на конгрессы выступать, ты не можешь ничего. Ты, по сути, верчишься только вот. Ну, в первую очередь, наверное, нет мотивации. В одном из путешествий, об одном из путешествий в Фейсбуке сказали, как красиво. Это было Сан-Франциско, по-моему, да? Да. И жить бы вы там не смогли. Хотелось бы, но не смогли, потому что это связано с работой. Почему? Ну, для меня работа – это часть моей жизни. А почему там нельзя работать? Слушайте, ну, есть определенный… Это сложный, на самом деле, вопрос. Есть определенные ограничения юридические, то есть, наш диплом просто не принимается там. И для того, чтобы за рубежом работать в любой, на самом деле, стране, нужно диплом подтверждать – это первое. Второе – это менталитет. Менталитет врачей, которые там работают, и менталитет пациентов, которые к тебе приходят. Потому что, условно говоря, ты знаешь своих пациентов, ты знаешь, чего хотят наши женщины. А наши женщины, я хочу сказать, очень-очень требовательны по отношению, как мне кажется, с пациентками, тем же самыми американками. Я просто смотрю по результатам работ, которые там на конференциях – интересно. где-то… Это такой факт, мы, на самом деле, достаточно давно обратили на это внимание. Потому что то, что показывают, например, многие наши коллеги, результаты, если бы мы такое показывали, нас бы, мне кажется… Заклевали. Заклевали бы сто процентов. То есть, ну, просто люди не поняли бы этого. У нас планка очень высокая, к счастью. Ну, и в принципе, слушайте, я абсолютно верю в то, что где родился, там загодился. И искать лучшую жизнь – это бегать от себя. То есть, вы российский народный доктор? Слушайте, я абсолютно российский народный доктор, и там покидать страну я совершенно не собираюсь. И я люблю Россию, я люблю страну, где, опять же, я родился, и город, в котором я живу. Как приятно слышать. Это все мое родное… То есть, у нас с девочками есть перспектива стать еще краше. Однозначно, слушайте, для этого я работаю. Хорошо. Еще у нас есть традиционный вопрос – это пожелание нашим зрителям. Даже просьба, да? Не вопрос, а просьба. Что бы вы пожелали нашим зрительницам? Нас смотрят и онкопациенты, и родственники онкопациенток. Слушайте, ну, я пожелал бы беречь себя однозначно. Ни в коем случае не прогибаться и не терять веру в лучше под тяжестью обстоятельств. Потому что жизнь всех, так или иначе, бьет. Она бывает тяжелая, она бывает сложная. Но очень многое зависит от нас и от правильного настроя. И опять же, будучи человеком практическим, я все равно в это верю. От того, как человек настраивается на что бы то ни было, зависит очень многое. Надо верить в то, что все будет хорошо и все получится. Спасибо за пожелание. И в завершение еще хочется несколько вопросов от наших зрительниц. Давайте вишенку на торт. Да, вишенку на торт. Как устраняется асимметрия на втором этапе? Это один из вопросов, ну, это одна из наших зрительниц, которая недавно у вас сделала операция прямо у вас. Отлично. Ну, если прямо у вас, у меня сделал имение устранения сразу асимметрии, то, значит, нам нужно дождаться. Скорее всего, это лоскут был. Нам нужно дождаться, когда лоскут опустится. Почему мы делаем иногда сразу? Если, допустим, большая разница, то есть приходит пациентка, одна железа, ну, условно, там, я не знаю, десятого размера, а с другой стороны ее нет. И мы делаем лоскут, который, по сути, является третьим размером. Понятно, что левая железа, она меньше не станет, и мы можем сразу ее подтянуть и убрать и сделать меньше. Но лоскут в течение времени меняется. Через месяц он твердый стоит, через два он начинает опускаться, а через полгода он, условно говоря, садится под действием силы тяжести в то положение, в котором он должен быть. И тогда нам становится понятно, что нужно делать с левой железой или правой железой, со здоровой железой. Подтягивать, уменьшать, уменьшать и подтягивать. Может быть, небольшой имплантик поставить. Может быть, жир добавить в лоскут и так далее. То есть, нам нужно дождаться, когда пройдут определенные изменения. То есть, способов несколько. Способов гигантское количество, подтяжка, все что угодно. Ей можно не волноваться. Ей нужно не волноваться, волноваться не нужно. Есть мы, она приходит, и мы сидим, спрашиваем, чего она хочет, со здоровой железой в том числе, и, исходя из этого, делаем. Прекрасно. У нас куча всяких инструментов быть красивыми. Однозначно. Еще женщина, 47 лет, у нее тройной негативный, влево удалили обе железы. Вот. Она интересуется вопросом, можно ли сделать дип, так как у нее есть поперечный шов на животе. Да. Поперечный же шов на животе после внематочной беременности, по-моему. Ну, смотрите, по поводу дипа и рубцов на животе. У нас опыт колоссальный по дип-лоску. Недавно считали, там больше 300 штук сделали уже. И, безусловно, у нас были пациенты с рубцами. И, по большому счету, это не проблема. Да, технически мы сталкиваемся с определенными нюансами, но мы всегда делаем предоперационные обследования, и на предоперационных обследованиях видно сосуды. Если сосуды целы, то, да, можно сделать, тем более, если есть рубец вертикальный. То, как бы, одна половинка идет на одну грудь, другая половинка идет на другую грудь. То есть, все прекрасно. И по ОМС две груди восстанавливают, правильно, если они отрезаны? Здесь сложнее. Здесь нужно разбираться вот конкретно с человеком. Потому что иногда, да, есть такая возможность, но иногда такой возможности нет. Здесь нужно прямо разговаривать и смотреть. А с чем это связано? Это связано с тем, как были проведены предыдущие операции, какие были операции, как они были закодированы, как они закодированы в системе, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, просто удалили и все. Так, вопрос к доктору. В 2017-м был травм. Можно уже начать качать пресс, а то как-то без мышцы некомфортно. Без какой мышцы непонятно. Вот травм лоск – это лоск, при котором на передней брюшной стенке есть мышца. И она просто поворачивается. То есть, она отрезается и поворачивается. Куда она поворачивается? Простите. К концу нашего интервью такой ликбез. Анатомия передней брюшной стенки есть кожа, жир, мышцы и дальше брюшины и кишечник. Так. В мышцах идут сосуды. И раньше, для того, чтобы сделать такую операцию, как мы вам сделали, мышцу всю, как проводник сосуда использовали. То есть, ее просто поворачивали на грудь. Не сшивали сосуды, а поворачивали. То есть, пресс качать нельзя? Нет. Скорее всего, у нее там сетка. И с этой сеткой давать прямую нагрузку на переднюю брюшную стенку опасно, потому что могут быть проблемы. Как хорошо. Это… Вот этот момент, на самом деле, он ключевой момент. Сохранение передней брюшной стенки, качества передней брюшной стенки, силы передней брюшной стенки за счет сохранения мышц – это ключевой момент. Ключевое отличие – диплоскут, а трамлоскут. Трамлоскут, может быть, в свободном варианте тоже могут сшить сосуды, его не обязательно поворачивать, но мышцы все равно забираются. Понимаете? То есть, надо успокоиться относительно пресса. Ну, то есть, просто надо беречь переднюю брюшную стенку и все, не качать пресса. И перестать есть, зашить рот в этом случае. Ну, если там что-то растет, то да. Или сходить к доктору, который делал эту операцию, чтобы сделали ультразвук передней брюшной стенки, может быть, там сетка соскочила. Есть такая слабость, и нужно реоперировать. Укреплять переднюю брюшную стенку. Да. Ой, ну вот, в общем, вопросы все, наверное, они там еще появятся, но, к сожалению, кто не успел, тот опоздал, как говорят. Слушайте, ну, у нас соцсети активные, можно задавать вопросы. Да, а может быть, мы просто по вопросам сделаем целую программу. Совершенно верно. И я готов там поотвечать вам, сделать прямой эфир и так далее. Ой, спасибо большое. Дмитрий Владимирович, так здорово, что вообще есть у нас и в моей жизни тоже появились. Спасибо. Не перехваливайте. Я очень-очень отношусь к приятным словам. Я очень с трудом их воспринимаю. Уже, наверное, столько этих слов, что они просто... Я понимаю, я понимаю, что... Нет, на самом деле мне очень приятно. Очень приятно, это искренне. Все вас очень любят. Я вас тоже очень люблю, на самом деле. И я вам говорю, без пациентов и без операций, без всех вас, ну, там, моя бы жизнь точно смысла не имела, поэтому... А наша была бы под вопросом даже в некоторых случаях. Единая концепция, единый механизм. Да. Все ждут нашего выпуска. Спасибо большое, что пришли. Вам спасибо огромное. Все. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok